В эфире программа «Поэзия судьбы» и я, ее автор и ведущий, Евгений Панасенков. Сегодня я вам хочу рассказать о явлении фактически невозможном, невероятном, феноменальном, о человеке, чья творческая и биологическая судьба как бы уже давно вышла за рамки всех возможных норм. Человек, который в 108 лет до сих пор выступает на сцене как артист, как певец. И имя этого человека – Йоханнес Хестерс. Практически нереально охватить весь его репертуар за наши 40-45 минут. И я бы хотел просто пробудить вот этот интерес, я надеюсь, восторг, который я лично испытываю по отношению к нему, в глазах, в сердцах вас, мои дорогие телезрители. И начну я не с даты рождения, которые, поверьте, просто звучат, ну, учитывая, что нет пока даты смерти, просто страшно звучат, эта дата. И начну я просто с того, что покажу вам вот это существо, этого феноменального артиста, который, с одной стороны, абсолютно блистателен в профессиональном плане, и с другой стороны, вот вы сейчас видите очень старую запись, да, и тогда еще и, конечно, никто не понимал, что он станет биологическим феноменом. Но вот теперь мы это понимаем, и вы сразу будете наблюдать этот отрывок, как бы уже вот с высоты наших сегодняшних знаний. Итак, я попрошу сейчас аппаратную включить нам эпизод из музыкального фильма «Карнавал любви». И сам, как бы, вот этот эпизод, клип, песни, кстати, в свое время фантастические, знаменитые и популярные, называется «Карусель». «Карусель» Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Но к этому надо относиться как-то светски, потому что, ну что же, это данность, это фактически биология, здесь даже не надо это как-то демонизировать. Итак, я прошу нашу аппаратную поставить еще один отрывок, где мы увидим как бы сличение артистической формы Йоханнаса Хестерса 1934 года и 2008 года. Я прошу вот это немножко попытаться представить себе так, вообразить хотя бы. Но сейчас вы все это увидите. Мой друг, мой друг, мы еще не хотим. Пожалуйста, мы еще не хотим. Скажи мне, что Моком есть. Моком есть Амстердам. Мол, это очень вкусно. Моком есть Амстердам. Моком есть Амстердам. Моком есть Амстердам. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дон Кихот Дон Анна Дон Анна Дульсинея Альдонс Альдонс Ветта Как это достигается Я спрашивал когда мы сидели у него замечательно на даче в Серебряном Бару Не хочу брать в себя отрицательные энергии события какие-то новости опять потоп взорвалось кто-то куда-то вышел на демонстрацию я не хочу сразу отрицательные энергии никакой отрицательной то что я всю жизнь в себя запускаю и так переживаю так как я переживаю за все это только я не знаю но никак не могу начать брать пример с Владимира Михайловича Зельдина и вот с Йоханнеса Хестерса правильное отношение ко всему такое легкое вот видите он артист в основном опереточный Хестерс хотя с очень таким достаточно хорошим лирическим тенором вполне мог бы и в опере ну он пел в опере и Зельдин который тоже артист поющий очень здорово поющий и танцующий то есть как бы здесь они очень 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 тоже близки вот как их охраняет эта легкая лирическая энергия такая легкость ко всему немножко такая не то что поверхностная но вот знаете ли действительно не пускай в себя отрицательные я кстати вспомнил вам как курьез забавный расскажу знаете на одном из каналов веду такие два так сказать ироничных товарища Бермина и Жандарев передачи вот у них было на 95-летие по-моему Зельдина они пригласили и они такие тоже те еще охайники и так это спрашивают вот ну Владимир Михайлович вот вы всегда так любили женщин там на колени там падали ну вот как расскажите ну вот как вы их любили и Зельдин гениально мне кажется ну действительно гениально ответил ну знаете я находил бровку сам локоточек и любил вот бровку локоточек и после этого великая фраза которую я тоже себе думаю что надо учиться у старших у наших он сказал потрясающе ну знаете как любил женщин ну конечно как рыцарь вот собственно я считаю что это такая формула очень правильная для долголетия и от вот этой такой красивой формы я хочу перейти к действительно к женщине к женщине которую я люблю с сейчас скажу где-то с 4-5-6 ну где-то так подсознательно полуосознанный лет то есть видите ли такая значит педофилия наоборот уж ребенок любит вполне себе полувозрелую женщину и я про эту передачу про эту женщину уже делал передачу в рамках нашего эфира на комсомольской правде это великая и несравненная и вообще непревзойденная марика рёк венгерка которая также ее основная карьера сложилась в германии в тридцатые годы в сороковые тридцатые сороковые как и у нидерландца голландца хейстерса которые как бы вместе там оказались много работали вместе в эти годы и сейчас мы посмотрим отрывок из экранизации опереты королева чардаша которая в ссср в россии более известна под названием сильва по имени главной героини сильвы вареску так вот здесь я но я позволю себе это сделать хотя передача посвящена больше хейстерсу он там появляется в кадре в конце аплодируя но вот эта моя противоестественная любовь с четырех лет к маре кирёк она как-то меня побеждает побеждает я сегодня понял что я не могу вам это лишний раз не показать и как-то не вместе с вами этот акт любви не разделить сейчас и так великая марика рёк в экранизации знаменитые опереты имри кальмана принцесса чардаш и вот сейчас я попрошу аппаратный нам оставить это чудо а а а м а м 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Женщинь моих грез», Который в нашем прокате Девушка моя мечты Фильм, который все советские граждане Видели, даже Штирлиц 17 раз глядел И Те фильмы, которые в СССР Не показывали, потому что там слишком Буржуазная такая радость Как правильно сказал Мой друг Лев Прыгунов Он сказал Это страшная история для совка была, когда допустили вот эти трофейные фильмы, что люди увидели, господи, как же они там хорошо живут-то, как же они, как они едят, как они одеваются, как они поют, что они танцуют, боже мой. Но потом все тут же прикрыли. Прикрыли, все хорошо, опять у нас, значит, сегодня играешь джаз, завтра родину продашь. И вот, это же все было всегда. Сейчас, раньше это было так, вот, теперь это называется агент Хилари Клинтон, вот, которые, видимо, были там 50-е годы уже, когда Клинтон еще, так сказать, даже под стол не ходил, а уже агенты были, значит, не дремали, понимаете. Думали, как бы тут, так сказать, пись... На одном ток-шоу там что-то такое, говоря, обсуждали, вот проблемы России, исторические проблемы, и один олог закричал, нам Америка вообще жизнь портила вот там с 10-го века, с 11-го в России. Я говорю, товарищи, ну, в 11-м веке не России не было, я имею в виду, как государство. И Америка-то для нас была не сильно открытым, там, какие-то викинги уже понимали, куда плыть, а так-то вообще, вот. Ну, у нас же главное найти, так сказать. Ну, ладно, это отдельная тема, тем более, что, видите, уже закрываются такие темы, да, они... Так, мы продолжаем, и все-таки сейчас вы услышите арию Эдвина из оперетты Имрия Кальмана «Принцесса Чардаша» в исполнении. Эта ария прозвучит в исполнении Йоханнеса Хестерса. «Подинцесса Чардаша» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 То есть опера-хаус, так сказать А в оперете знаменитый в то время Нищий студент И имеет очень большой успех Потом, кстати, это было экранизировано Но уже в Германии А в 36-м году он приезжает в Германию И там остается нам долгие годы Становится одной из звезд Сцены немецкой 30-х, 40-х годов Снимается практически во всех главных Музыкальных фильмах Той поры экранизация их Классических произведений Оперет И просто музыкальных Таких, как бы, коллажах Имеет колоссальный успех Потому что он поет много эстраду Таких легких песенок И оперету поет на эстраде И его красота, безусловно, завораживает И, конечно, он имеет колоссальный успех Затем, вот, как вы понимаете Там был некий политический слом Постепенно, постепенно он переезжает в Австрию Работает в Австрии Где-то в 60-е годы уже так возвращается Уже и в Германии И в Голландии Поет Вот там в Голландии потом был скандал Он 40 лет не пел Вот вы видели, вернулся в 2008-м А в Германии он пел все эти годы И живет он недалеко от Мюнхена Так, в горных, так сказать, селениях И, надо сказать, что, как случилось, что я его полюбил Я всегда знал эти музыкальные фильмы С детства знал Но однажды в Австрии Меня пригласили на концерт Сказали, что будет Какие-то невероятные события Я пришел, но поскольку был очень занят Я даже не посмотрел ни на афиши, ни на билет Просто вот меня так привели, посадили И все И выходит человек, артист Видно, так сказать, все Как манеры Замечательно поет Ну, думаю, это же надо Ну, лет 80-85 Как поет человек, да И как держится Вот И вдруг Очень постепенно Не сразу Не сразу Я так стал По чертам лица По репертуару Узнавать Потом бросил Случайный взгляд на программку И у меня так Слегка волосы зашевелились Потому что я понял, что передо мной 106-ти 106-ти летний человек Которого я, конечно, прекрасно знаю По фильмам 30-х, 40-х годов И вот тогда я понял, что я Просто еще больше погиб, чем до этого Был потрясен его талантом И, безусловно, той Очень правильной такой жизненной Вот установкой на это удовольствие Да Видите ли Он большой мастер Вот того, что называется каскада В оперете, да Когда он может так бросить Красивый жест Улыбнуться Снять шляпу Может показать блистательно Элегантно пьяного Ну, как, допустим В его коронной арии Который, как бы, уже очень Исполнял как эстрадный номер Как эстрадную песню Иду к Максиму я Да Что по-немецки Там, о ресторан Максим Максим, вы знаете Это великий ресторан В Париже Такое очень модное место И место действия Оперета Франца Легара Веселая вдова Происходит как раз в Париже И много происходит действия В ресторане Максим И вот, так сказать Член Дип-миссии Маленькой державы Монтенегра Любит проводить там время И вот, вы знаете Эту знаменитую Арию Там Иду к Максиму я Вы знаете Иду к Максиму я Там ждут меня Друзья Там жар сердечный Ценят Там дружбе не изменят Это Вы знаете Это Такой Как бы стал его Визитной карточкой Вот эта песня Эта ария И Сто лет В 2003 105 106 107 108 Сейчас 109 год Он каждый раз Это поет И вот я сейчас хочу Чтобы вы посмотрели Буквально Одну из самых Последних записей Как Это делает Великий мастер И Насколько Это Видите ли Легко Элегантно Итак Отрывок Из Арии Иду к Максиму я Из Апериаты Франца Легару И сел И вдове В исполновении Йоханнеса Эстерса МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТА Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»